Матчевая рыбалка Матчевая рыба Матчевая рыба Матчевая рыба Здесь стоит практически на всех рубежах, но очень часто, особенно в солнечную погоду и при отсутствии ветра, рыба отходит от берега на приличное расстояние и хорошо ловится только на удалении 30, 40 или 50 метров от берега. И хотя погода для матчевой рыбалки сегодня не совсем подходящая, сегодня сильный боковой ветер, тем не менее я рассчитываю поймать приличное количество рыбы. Но и не это цель нашей сегодняшней передачи. Основная же наша цель это рассказать и показать основные моменты подготовки снасти с фиксированной точкой крепления. Я не буду вдаваться сегодня в тонкости выбора расположения грузил на оснастке, подстраивания под определенные условия ловли, под определенную активность рыбы этой снасти. Возможно, это тема дальнейших наших передач. Сегодня же я остановлюсь на том, как начинающему и уже знакомому с матчевой ловью рыболову определиться в выборе снасти для его конкретных условий ловли. Как не прогадать в выборе поплавков? Как определить, какой поплавок в определенной ситуации работает, а какой не работает? Как определить, на какую длину делать заброс? И как правильно сделать заброс? Как промерить глубину? И как определить, какой длины поводочек нам нужен? Все это мы рассмотрим в сегодняшней передаче. Мне очень нравится живая природа. И наша передача отличалась тем, что мы снимаем непосредственно на природе. И сейчас я хотел бы подойти к сбору снасти, непосредственно подходящей к этим условиям. Сегодня я планирую ловить на удалении 20-25 метров от берега. Это вполне достаточно, чтобы достать до того рубежа, где достаточно много леща. И снасть я подготовил следующим образом. Поплавочек у меня будет грузоподъемностью в 10 грамм с чувствительной антенкой, огрузка которого находится в теле поплавка. Для чего это нужно? Дело в том, что на глубинах до 4 метров, а это фактически чуть-чуть меньше длины удилища, не нужно делать так, чтобы поплавок скользил поездки. Он должен быть фиксирован в одной точке. Для этого применяются специальные переходнички, о которых мы поговорим чуть позже. Поплавок в 10 грамм. Это оптимальный для того, чтобы забросить при нынешнем ветре на удаление 20-25 метров от берега, как я и собирался это делать. Кроме того, у меня есть специальный поплавок для относительно спокойной воды и не сильного бокового ветра. Он хорошо показывает поклевки на подъем и довольно чувствительный поплавочек. И классический поплавок, так называемый европейский поплавок или итальянский поплавок для мачевой ловли, несколько большей грузоподъемностью. Он может быть применен в таких условиях, при глубине до 4 метров, при ловле на значительном удалении от берега, или когда дует интенсивный встречный ветер, либо боковой ветер. Благодаря тому, что он грузоподъемностью 16 грамм, хорошо пробивает ветер и достаточно устойчив в воде. У него толстая антенка, заметная издалека, и оперение, которое позволяет также безболезненно ему лететь и приземляться. Имея в арсенале 3-4 поплавочка мачевых, вполне реально ловить на удалении 20-25 метров при относительно спокойной погоде, либо не сильном боковом ветре, или встречном ветре. А поплавки грузоподъемностью меньше 10 грамм могут применяться. Но только тогда, когда рыба ловится очень деликатно и не требуется дальнего заброса. Я не практикую применение поплавков грузоподъемностью 6-8 грамм, поскольку рыбалка с ними может быть испорчена внезапно начавшимся ветром. Такие поплавки не будут пробивать ветер. Они будут не долетать до закормленной точки, и рыбалка пойдет на смарку. Поплавки грузоподъемностью больше 16 грамм будут хорошо лететь, приземляться туда, куда нужно. Но они все же менее чувствительные, чем поплавки в 16 или в 10 грамм. Что касается чувствительности 16-граммовых поплавков, то они, конечно, не всегда показывают поклевки. Бывают обсосы, либо нечеткие поклевки, либо сходы. Тогда можно переходить на поплавки не меньше грузоподъемностью. Но не бойтесь использовать тяжелые поплавки в стоячих водоемах на небольшое удаление от берега. Рыба в 20-25 метрах от берега менее пуглива, чем под самыми камнями, как сейчас. И вообще применение поплавков в 14-16 грамм, в принципе, довольно тяжелых, чаще всего оправдано. Допустим, в нашем северном регионе сменяющиеся ветра – это проблема рыбака. Ловя 16 граммами, я знаю точно, что будет боковой ветер сильнее, пойдет встречный ветер, я его пробью. Я достану до закормленной точки, и в течение многих часов ловли я буду доставать для рыбы. Когда у рыболова есть возможность оснастить несколько удилищ, тогда я бы советовал бы все-таки подготовить и более легкую снасть. На случай штиля, на случай полного отсутствия течения и на случай деликатных, аккуратных поклевок. Матчевый поплавок с фиксированной точкой крепления имеет определенную особенность. Он полностью огружен шайбами, которые находятся в теле поплавка. Посмотрите, я сейчас раскручу и покажу, что в этом поплавочке находится в подгрузке 4 шайбочки. Одна шайбочка примерно на полугла грамма, две шайбочки по 0,3 и примерно одна шайбочка 0,2 грамма. Варьируя набором этих шайб, я могу определять количество груза, который повешу на леску. Допустим, сегодня глубина у меня 2 метра и 20 сантиметров. Укрейка в этом водоеме присутствует, но после нереста она уже отошла и практически не беспокоит. Я, наверное, буду использовать снасть, когда на леске будет фиксироваться только один подпасок. Может быть, это будут две дробинки или три дробинки, но не более. Если бы в водоеме было бы сейчас очень много уклейки, либо другая рыба перехватывала опускающуюся оснастку, то я бы сместил бы часть груза на леску. То есть я бы убрал, допустим, одну шайбочку в 0,2 или две по 0,2 и опустил бы этот груз, переместил бы этот груз дробинками на леску. Тогда бы оснастка у меня опускалась гораздо быстрее. Такие вариации возможны и на соревнованиях, когда требуется ускорить процесс ловли. Когда дробинка подпасок в 0,1 грамма, либо две дробинки подпаска в 0,2 грамма, слишком медленно опускают насадку к низу. И чтобы ускорить процесс выматывания и вываживания рыбы, соответственно, забросы и опускания насадки на дно, требуется как можно быстрее доставить насадку на дно. Но если есть возможность не смещать дробинки на леску, то лучше не смещать. Это имеет большое значение, особенно при ловле карпа. Подгрузка одной или двумя дробинами подпаска, поплавка, позволяет ловить нападение, ловить очень аккуратную рыбу и добиться максимальной чувствительности снасти. Я сейчас покажу, что значит огрузка, которая находится в теле поплавка, как она огружает поплавок, специально на воде. Обратите внимание, поплавок без дополнительной огрузки огружается практически под красную антенну. И добавление одного или двух подпасков практически полностью огрузит поплавок, как нам требуется. Теперь я подготовлю оснастку. Делаю я это специально с нуля, хотя гораздо удобнее проводить монтаж снасти в домашних условиях. Для того, чтобы повесить поплавочек в одной точке, применяется несколько видов специальных переходников. Вот один из них. Палочка с двумя кембриками и верплюжком для подсадения поплавка. Процесс крепления поплавка очень прост. Леска протягивается в кембрике в отверстие специального переходника и еще один кембрик. Вращательными движениями леска накручивается и кембрик фиксирует ее в одной точке. Никакого движения поплавка по леске в принципе невозможно. И теперь стоит просто подсоединить через вертлюжок наш поплавочек, который мы сегодня будем ловить. Устройство очень простое, но имеет определенные неудобства. Периодически такая оснастка путается. За счет того, что от непосредственно переходника до поплавка получается вертлюжок и коробильчик. За него захлестывается, бывает, подпасок с поводком и крючком. У французов я подглядел очень интересный вариант оснастки поплавочков с фиксированной точкой крепления. Не все рыболовы воспринимают его, но он мне показался крайне простым и крайне надежным. Посмотрите, никаких переходников не используется в принципе. Леска продевается в отверстие поплавка. Продевается она два раза. Поплавок перемещается по леске, но не быстро. И затем поплавок фиксируется дробинами, сопоставимыми с весом подгрузки. Обязательно одна снизу, одна сверху. Либо одна сверху, и это вполне бывает достаточно, и две, может быть, три снизу. Вот обратите внимание. Простейшая конструкция. Поплавок никуда не будет перемещаться, но когда требуется изменить глубину, подкорректировать глубину, дробинки, как обычно мы перемещаем, дробинки перемещаются, а поплавок также свободно двигается по леске. Соответственно, фиксируем его этими же дробинками. Вот крайне простое средство, которое никогда не путается на малых глубинах. И теперь нам нужно повесить один подпасок непосредственно перед вертлюшком. Вот у нас получилась крайне простая конструкция огрузки поплавка. Обратите внимание. Вот это правильно огруженный поплавок. Я огружаю его по принципу следующему. Две волны проходят поплавок под волной, в третий или между волной он показывается. А поклевка происходит, когда поплавок между волнами не всплывает, либо, соответственно, если поклевка на подъем, поплавок не полностью огружается. Теперь я покажу вариант огрузки, когда часть огрузки основной поплавка из тела убирается и переносится на леску. Я даже не очень знаю, что сегодня будет более перспективно. Огрузка на леске или огрузка без лески. Все будет зависеть от того, будет мелкая рыба в улове, либо ее не будет. Итак, я убираю шайбочки. Уберу я шайбочку в 0,5 грамма. И, наверное, одну оставлю в 0,2 или 0,3 грамма. Также монтаж с помощью переходника. Ну вот, огрузку поплавка. Соответственно, я сделаю одной крупной дробиной, тяжелой. Обязательно сразу повешу подпасок. И потом обязательно определю, с какими дробинками мне нужно догружать оснастку. Минимум 2 дробинки подпаска. Десятого номера. Итак, я подготовил второй вариант оснастки для ловли поплавком с фиксированной точки крепления, сняв несколько шайбочек. Итак, на что следует обратить внимание? Во-первых, когда мы размещаем подгрузку на леску, количество дробин должно быть небольшим. Чем больше дробин на леску вы разместите, тем больше вероятность запутывания снасти возможна. Соответственно, две небольшие дробинки подпаска десятого номера и микровертлюжочек. Чтобы определить глубину в зоне ловля, достаточно повесить относительно некрупную дробину по 2-3 грамм на вертлюжочек. Зафиксировать ее и забрасить оснастку. Если глубина превышает выставленную глубину на оснастке, то поплавок, соответственно, тонет. Если глубина меньше, то тогда поплавок будет свободно лежать на поверхности. Несколько слов о прикормках. Поскольку я сегодня ловлю на водоеме, где полностью отсутствует либо небольшое течение, с глубинного где-то 2,5-3 метра, и на удалении 25 метров я выбрал прикормку для леща. А лещ – это будет основной в улове сегодня, я надеюсь. Может быть, будет при лове и плотва, но основной упор на дамбе мы делаем на ловле леща. Для того, чтобы докинуть прикормку до нужной точки, она должна быть вязкой. Поэтому я использую прикормку спортивного рыболовства, фидерную, с относительно крупной фракцией и довольно липкую. Теперь, как обычно, замешаем ее. Здесь нет никаких особенностей. Главное, чтобы прикормка была. Итак, подошло время прикормки. Я не буду акцентировать внимание на ней. Все традиционно. Поскольку я кидаю с руки на расстоянии 20 метров очень легко, то есть шары у меня большие. Чем дальше, тем меньше шары должны быть. В полете они имеют тенденцию разваливаться. Но прикормка хорошая, фидерная. И летят они хорошо, пилеются хорошо. Поэтому я думаю, что очень удачно я все закормлю. Итак, мы полностью оснастили поплавок, определились с глубиной. И теперь мне вкратце хотелось бы рассказать о полной снасти, которую я использую. Во-первых, это удилища GFC, которые я специально разорабатывал. Они довольно мягкие, в том числе, но между тем хорошо забрасывают снать. Удилища для фиксированного поплавка желательно подбирать. Чем длиннее, тем лучше. Обычно применяется 4,20-4,50. Даже я видел удилища длиной в 5 метров. Это связано с тем, что от дна до поплавка глубина меньше длины удилища. Примерно на полметра. Как раз вот сейчас получилось у меня где-то метра минус полтора. Тонкую леску применять проблематично, потому что бывает отстрел поплавка. При фиксированном поплавке толстой леске тоже не очень годятся. Потому что заброс при большом расстоянии от подпаска до поплавка приличный. И заброс сделать довольно проблематично. Поэтому леска оптимальная, наверное, 0,16-0,18. Я бы даже рекомендовал вам взять леску 0,18. И этого вполне достаточно для большинства условий. Вот, пожалуй, вся нехитрая снасть для ловли матча в фиксированной точке крепления. И последний элемент оснастки – это поводок. Если дно ровное, чистое, без зацепов, без ям и углублений, достаточно 20-30 см поводочек. Если дно неровное, если не получилось промерить дно ровно, если рыба аккуратно берет, то лучше увеличить длину поводка до 40-50 см. Теперь я хотел бы сделать и показать, как правильно забрасывать оснастку. Нацеплю мотылька, чтобы не в холостую закидывать снасть. Глубина у меня сейчас находится на грани того, чтобы я сделал скользящую оснастку. Это порядка трех метров с чем-то. И длина удилища 4,20 см. Это немножко недостаточно. 4,50 см было бы легко забрасывать. Но сейчас, для того, чтобы легче было сделать мах, мне приходится остановиться. И очень часто при ловле махом приходится делать забросы именно стоя. Заброс делается двумя руками, отводя удилище строго назад и делая хлесткий заброс. Леска я ловлю сейчас на клипсе и определяю расстояние по клипсе. Но в большинстве случаев многие рыболовы используют маркер для лески, которым подкрашивают сантиметров 40 участка лески перед катушкой и затем подматывают ровно до этой метки. Сегодня мы рассмотрели ловлю матчевой удочкой на водоемах с атотеть на небольшой глубиной от 1,5 до 4 метров. Применяя поплавок с фиксированной точкой крепления. И, как вы заметили, я поймал несколько крупных рыб. Это не случайность. Крупная рыба не всегда держится в береговой зоне. Бывает, что она стоит не только в 20, в 30, бывает и в 60, в 70 метрах. Все зависит от погодных условий. Матчевудочка, я бы сказал, универсальная снасть. С помощью ее на озерах, на водоемах, таких как Финский залив, где нет сильного течения, можно дотянуться именно до крупной рыбы. С вами был Александр Дунаев в программе «Профессиональная рыбалка». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!